Покажите правила розыгрыша торговли. Я просто хочу вас пкнуть носом в пункт десятый этих правил, где сказано, что запрещается. Покажите постановление правительства Муромской области. Я с вами тоже не буду ругаться. Взять оплату. Оказывайтесь. Значит, вы мне ее дарите, правильно я вас понимаю? Почему? Вызывайте. Полицию вызвали, нет. Сейчас на кнопку нажимают. Мне нужна не охрана, а полиция. Охрана не решит ничего. Хорошо, сейчас вызываю полицию. Давай. Сейчас мы тебя оформим. Нигде не в транспорте не возят без масок. Да мне все равно. Я везде хожу и возят меня все штальное. А потом вы решите свои вопросы. Мужчина полностью на 200% прав. Вы знаете, чем отличается просьба от требования? На просьбу я вам... Да, вы попросили, я вам отказал. Если вы требуете, сошлитесь на нормативный документ. А в идеале, так как вы магазин, а я потребитель, покажите мне этот документ. Ее сказано, что вы обязаны отказывать потребителю, если у него нет маски. Выполняйте свою работу. Так выполняйте свою работу. Я вам предъявил товар на оплату. Товар мой. Все, я его приобрел. Понимаете? То, что вы не берете деньги, это претензии к вашему кассиру. Придет 300 тысяч. 300 тысяч. Вот за вот эту просовочку. Когда я в данный момент ее снимаю. Да мне все равно, что в данный момент. Товар выставлен на продажу. Факт правонарушения зафиксирован. Хорошо. Конфликт будете решать? Я просто вызвал и участкового, просто он будет долго ехать или нет? Значит, девушка, на данный момент мне нужно купить воду и три пачки сигарет. Если вы этот конфликт сейчас решаете, я отменяю. Продай, пожалуйста, воду и три пачки сигарет. Ты спокойнее. Благи богу. Значит, сигареты LD, красные, сотка. Есть такие? LD, красные, сотка. Вот такие вам? Я не знаю, я не курю. Мне попросили приобрести. Красный, какая-то там, круглый что-то такое. Так, сотка, ред, ну да, вот эти вот три штучки, три пачки. Мне просто вскройте и все, там дальше списывайте, что хотите. Значит, целостность упаковки, нарушите, целостность упаковки. Вы на продажу его никто не выставили? Нет, я уже, знаете, проверен. На вас, наверное, обижали. Чего? Вы кто? А вы кто? Ну, вы рассказали, что вы директор. А вы кто? Я покупатель, я уже сказал, Анатолия. Сделайте мне рекламу, давайте. 14, правильно. Ну, так сегодня какое число? 14 продавец снимает, продавец тоже, но очень не работает. Нарушения нет, товарищ блогер. Вы должны были снять просрочку еще со вчерашнего дня. Оскорбляет. Не надо сказки надумать. Оскорбляет блогера. Послушайте внимательно. На кого вы подписаны? Я буду писать заявление в полицию. Пиши, пиши, пиши. И ты пиши, пиши. Ах, оскорбились мы, бедные и несчастные, да? Бедные и несчастные. Я на русском языке с вами общаюсь. И с тобой лично. Да, все, всего хорошего. Все, полицию не будет жить? Сейчас я отменю полицию. Чего я испугался? Хотите оформить? Давайте оформим без проблем. Девушка, вас не смущает, что хлеб так в открытом доступе лежит? То, что руками трогают. Видели? Привет. Сейчас будем убирать с прилавки, значит, этот хлеб. Где маркировка? Где потребительская упаковка? Есть специальные щипцы для нормальных людей. Снимайте реализацию. Почему не будете? Так позовите директора. Где-то-то дифракстации нету. Ничего нету. Мы можем встать в сторонке и понаблюдать, кто подойдет. Вот так вот тыкнет. Так, так тыкнет. Нет, но это сейчас все будем снимать с продажи. Все будем снимать с продажи, придет участковый, будем это все оформлять. Они не знают свои права и обязанности, зато людей тыкают в какие-то намордники, которые ничем нигде не прописаны. Ни прав у них нету, ни обязанности надевать на людей намордники. А вот это надо сейчас все снимать и утилизировать. Это не так заботится о нашем здоровье. Лучше бы просрочкой занимались, вовремя снимали. С вечера в Москве арбузами отравились. Что-то там тараканов травили, попала вот эта химикат и люди умерли. Я откуда знаю, что сверху на этих булочках. Нашел кто-то покашивал, да? Так что угодно может быть. Чем она сейчас протирает? Вы остались на норму? Здравствуйте. Это я вас вызывал. Кто старший, с кем общаться? Вы старший, да? Я старший. Еще раз, как вас зовут? Алексей Николаевич. Алексей Николаевич, у меня следующий, скажем так, вопрос. Вы ППС или... Я вас представился, инспектор отделного батальона, патрульного на столице. Поставая служба. Я понял, я просто вызвал участкового. У меня заявление по поводу просрочек... А, все, давайте тогда, извините, я буду с вами общаться. Значит, смотрите, я обратился в магазин с целью приобретения товаров. Вот. Выявил просрочку. Пойдемте, просто на месте покажем, как хлеб реализуется. Единственное, граждане, почему вы находитесь без маски? Потому что это мое право, я нахожусь без маски. У вас нет такого права. Вы будете привлечены по статье 20.6.1 КУАП РФ. Давайте, все-таки, извините, как вас зовут? Диаконов Кирилл Евгеньевич. Как? Диаконов Кирилл Евгеньевич. Кирилл Евгеньевич, огородите, пожалуйста, чтобы вот этот товарищ не лез в разговор. Нет, почему? Он такой же сотрудник, как я. Я с вами общаюсь. И дальше я буду общаться только с вами. Я как сотрудник полиции вам делаю замечание по поводу маски. И что дальше? И что дальше? Вы будете достанным в отдел полиции. На каком основании? На основании статьи 20.6.1. Что там в этой статье сказано? Сказано о том, что при вознаграждении на территории ситуации повышенной готовности, значит, есть постановление губернатора на основании... Там так сказано? Там сказано. Почитай. Почитай те. Давайте будем... Ты влез в разговор. Пойдемте, я дальше покажу. Пресеките правонарушение, чтобы вот эта продукция без индивидуальной упаковки была убрана. Вы, пожалуйста, представьтесь, на кого я буду присоединен. Вы представьтесь. На неизвестном гражданинам. Тамцова Светлана Маратовна. Светлана Маратовна. До свидания. Вы представьтесь, пожалуйста. Директор лучше позовите. Вы, пожалуйста, представьтесь. Пишите на неизвестного гражданина. Да, пишите на неизвестного гражданина. А что в деле увидите? Там есть вещи. Все. И мне вам большая просьба, чтобы вы пресекли мое какое-либо доставление, потому что мое доставление не предусмотрено нормой Коапа. Вы потом будете представить партистовать. Если вы хотите в отношении меня асоциализировать какой-то материал, я имею в виду не мой материал, который я сейчас пытаюсь продиктовать, а в отношении меня, то какие-либо протоколы составляются на месте. То есть я прошу не превышать свои полномочия, не злоупотреблять ими и никуда мне не доставлять. Я сюда приехал на машине. Я знаю, что меня сюда никто не вернет. Есть такой нормативный документ для вас, наставление называется, да? То есть вы должны меня передать дежурному, а дежурный должен выяснить, по какой причине меня будет он задерживать. Если оснований для задержания нет, он не обязан отпустить, извиниться. Понимаете? 14.09.2021 года, примерно в 9.30 я обратился в магазин Петерочка, положенный по адресу город Нурманский, Раслабачево, 34, корпус 1. В цель приобретения товаров, выбрав необходимый продукт, я передавил их на кассу для оплаты. На что кассир отказался принять оплату за товары без каких-либо законных оснований. Я пригласил руководителя магазина, чтобы разрешить конфликтную ситуацию. Однако, мне стали хамить. В связи с чем, я позвонил по номеру 102 и сообщил о нарушении прав потребителя, а именно, оказывается, принять товар на оплату и не выпускают из магазина. В ожидании сотрудников полиции в молочном отделе я выявил рассроченный продукт. Повторно позвонил по номеру 102 и вызвал сотрудников срок поломочной полиции для оформления правонарушения. Поскольку я спешил, я предложил решить конфликтную ситуацию путем принятия оплаты за товар и утилизации в моем присутствии под видеозапись досроченную права и отмены вызова полиции. Все было сделано. Но когда я стал выходить из магазина, мой адрес стали звучать искорбления, а именно обосрался, в смысле испугался вызова сотрудников полиции. В соответствии принципиально решила остаться и выявить новое замечание в магазине, а именно реализацию хлебобулочных изделий TRTS 022-2011 по маркировке, а также нарушение САНПИН. Поскольку на указанные изделия отсутствует потребительская упаковка и маркировка о дате производства, дефрактации и так далее. На основании изложено, прошу изъять с реализации вышказанную продукцию, а также привлечь к ответственности данный магазин. Посмотрю часть преступления согласно части 1 статьи 238 УК РФ. Нужен черный мешок, все это под пломбочку и по документу на ответственное хранение передать магазину. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, я слышу вас. Не согласны. Не согласен. Не согласен. Не согласен. Не согласен. Не согласен. Я по-другому с тобой буду решать вопросы. Да и есть. Я говорю, я с тобой буду по-другому решать вопросы. С каким образом? Узнаешь. С чего ты взял? Я говорю, законный способ, и ты его скоро узнаешь. Это обращение к настоящему руководству это обращение в смысле, это обращение к прокуратуре? Ну там все одним мазами. Это твое личное мнение. Это мое личное мнение. Очень много законных способов, поверь мне. Такие, которые тебе в страшном с ней не снились. Не переживай, скоро узнаешь. Масочку только сейчас сними, чтобы она твою рожу поставит. Посмотрел. Покажешь другим людям. Пускай твоя супруга на тебя посмотрит. И твои дети. Чем ты занимаешься? Преступника поймал. Молодец. Давно уже этой ерундой не занимаются. Ни в Октябрьском, ни в Ленинском отношении меня. К тому же вы поняли. Ну я думаю, вы тоже сейчас очень скоро поймете, что были неправы. Все сотрудники, которые у вас задержаны, все уволены и наказаны. Ты поверь, увольнение это не самое страшное, что может быть. Это наоборот. Благо, если тебя уволят, это скажешь спасибо. Что человеком останешься. Это не имеет никакого значения. Все мои доводы, которые я привожу, просто на них даже не отвечают. Понимаешь? Такое понятие. Не отвечают. Не областной суд никакой. Не отвечают. Как будто их нету. А они написаны на бумаге. А в суд меня не пускают. Понимаешь? То есть меня без меня судят. А те доводы даже, которые я излагаю на бумаге, они на них не отвечают. Я уже высказывал по поводу свое мнение это, что это не судьи. И они в свое время заплатят каждый. Я надеюсь, личной свободой. И все вот эти... Да какой закон? Какой в закону силы? Вот это вот баранобесие. Вот этот вот идиотизм, который происходит. Вот тебе самому не смешно? Вы сейчас занимаетесь ерундой. Вы издеваетесь над людьми. Мы живем в правовом государстве. Так мы живем в бесправовом государстве. Если бы было бесправовое государство, вас бы могли просто напросто взять там, застрелить, убить. Да попробуй. Попробуй. Потому что я считаю, что мы живем в правовом государстве. Если вы нарушили административное закон. Я ничего не нарушил. Почитай статью 20.6.1. Там сказано про нарушение правил 417-й, которые введены постановления правительства Российской Федерации. А не чебирашка этим. Владимир Владимирович. Что, Владимир Владимирович? Ты же не установил мою личность. Может, я Иванов Иван Иванович? Ну, я слышал. Заказали, что он там не правил. Я могу слово не давать. Поэтому, говорю, тебе стыдно должно быть. И я тебя максимально опозорю. А желательно, чтобы твое лицо увидели все. Потому что нормальные полицейские себя давно уже ведут адекватно. И не лезут на рожон. А у меня делается вывод, что ты крышуешь этот магазин. Да. Почему вы не оформили надлежащим образом этот магазин? А беззаконие это вы распространяете. И те судьи, которые судят по понятиям, а не по нормам права. Им плевать на федеральное законодательство. Я действую четко в соответствии с законодательством. Нет, чтобы я действовал. Если ты действовал четко в законодательстве, то бы ты почитал КОАП. Кодекс об административных правонарушениях. Там четко все прописано. В каких случаях производится задержание. В каких случаях доставление. Ни того, ни другого ты не сделал. Вот вы можете мои действия. Так что мне всю всю жизнь положить на то, чтобы вас обжаловать. Чести много. Просто этот протокол никуда не пойдет. Кому вы меня передаете? Я вас никому не передаю. Я пока с вами занимаюсь. Вы мне сюда за какой целью привезли? Для составления административного протокола. Фамилию скажите уж. Вы мне сюда зачем привезли? Дежурному мне передай. Я на вас буду составлять административного протокола. Тогда какого хрена ты мне сюда привез? Для составления административного протокола. Чтобы на стульчике посидеть. В комфорте. Вези меня обратно и там составляй. В Паспу в Рожде. В Караганде. Очень хорошо. Обратно меня вези. С какой целью ты меня сюда привез? Фамилия ваша. С какой целью ты меня сюда привез? Еще раз говорю мне. Ты не одупляешь что ли или нет? Выражение выбирайте. Ты с какой целью меня сюда привез? Чтобы сесть за стульчик и написать протокол на меня? Да. Почему ты это в магазине не сделал? У вас паспорт принят? Ну так у меня что, что он появился что ли паспорт? Сейчас данные дадите по форме раз. Мы установим вашу личность и составим протокол. Ты меня сюда с какой целью привез? Дежурному тебе передай. Согласно наставлению. Что ты лыбишься то? Подойдите пожалуйста. У меня заявление о совершении преступления. Очень срочно нужно подать. Что значит обязательно? А вы не дежурный? Ты меня сюда привез, чтобы вот так вот посидеть. Вы данные свои будете давать? Я уже все данные дал в магазине. Очнись. А ты у меня спрашивал. Вот я вас сейчас спрашиваю. Ваши данные. Ты у меня в магазине спрашивал данные? Нет. Так поехали там и спросишь. Если вдруг что непонятно перепишешь. Ты меня с какой целью сюда привез? Да я не административного протокола. Почему ты не составил на месте? Потому что у вас нет паспорта. Так у меня и здесь его нету не появился. Здесь будет форма раз. Что форма раз? У меня ваши данные, когда вы мне дадите, я передам дежурному. Дежурный ГДР установит ваши данные. Передай меня дежурному, а мы с дежурным разберемся. Сейчас я на тебя напишу заявление. Ты не можешь рассматривать дело. Мне на тебя заявление будет. Пишите. Это ваше право. Так с какой целью ты меня сюда привез? Чтоб посидеть на стульчике и написать. Ты уполномочен составлять вообще протокол по этой статье? Да. Назови норму права, которая тебя уполномочила это делать. Знаешь, Куап, статью 28.3. Со мной не надо разговаривать. Закон соблюдай. Кто тебя уполномочил? Ты должностное лицо ЧС, да? Ты превышаешь свои полномочия. Об этом вы напишите в заявлении. Дежурный, можете со мной пообщаться? Зайдет от свой. Так вот, что ты лыбу давишь? Говорю, пообщаться со мной нужно. Ну, ты сейчас улыбался. Ты улыбался сейчас. Я видел. Я видел, что ты... Ходят они довольные. Мамаева привезли в участок. Говорю, дежурному меня передавай, если неадекватный. Как тебя зовут? Представься, я забыл, как тебя зовут. Я вам представился. Я забыл, как тебя зовут. Сотрудник полиции обязан гражданином представить... Ну, я забыл, говорю, что... Не будешь представляться? Будешь дальше позорить свои погоны? Старший лейтенант. Как тебе обращаться? Мент? Можно и так. Можно и так? Ты стесняйся своей фамилии. Я вам уже представил. Я тебе говорю, что я забыл. Я выполнил норму требования закона. Я вам представился. Назвал свою фамилию. То есть, ты у нас по формальным соображениям, да? Да. По закону соображениям. По закону? Да. А что, бздишь, что ли? Ну, да представься. Я потом посмотрю обязательно. Да ты сейчас представься. Просто не позорь себя дальше. Просто не позорь себя. Покажи, что ты нормальный полицейский. Пускай ты заблуждаешься. Но ты нормальный человек хотя бы. По-человечески просто веди себя. Представься. Как тебя зовут? Хочешь, тебя по имени буду называть? Меня зовут Владимир Владимирович. Можно просто Владимир. Как тебя зовут? Давай пообщаемся. Я не хочу с вами общаться. Тогда представься. Я представлял. Ты мне права разъяснял, прежде чем сюда доставить и задержать? В магазине. Что магазин? Ты же у нас все формально соблюдаешь. 51 статью почему мне не разъяснил? 25.5 почему не разъяснил? Тебе не стыдно? Нет. Врум. Велась видеозапись и аудиозапись. Орел. Угу. Вот после этих слов мне даже с тобой противно разговаривать. Даже если ты представься. Разъяснял он мне. Да ты их в жизнь никогда никому не разъяснял. Ты не знаешь их. А разъяснял бы если, то бы знал бы. Какие у меня есть права. А у тебя обязанности. Дежурного я увижу сейчас или нет? Просто игнорируйте, да? Вы хотя бы представитесь, может быть. Сотрудник полиции. Да, конечно. Представляйтесь. Полицейский водитель. Старшина для пары. Вы до старения тоже можете сказать, что мне показывали? Нет. Мы не требовали. Я сейчас требую. Так как ранее вы ко мне обращались, конечно, я вас июля. А вот сотрудник вам не обязан прийти. Серьезно, что ли? Как ты глаз ко мне моргаешь. Здравствуйте. Мне нужен дежурный. Я являюсь дежурным. Прекрасно. Примите от меня заявление о совершении преступления и сотрудниками полиции. Согласно приказу МВД номер 736 устное заявление. Готов пройти вашу комнатку для конкретной нормальной беседы. Примите меня согласно вашему наставлению, как доставленного, и примите решение, задержан я или нет. Если я задержан, поместите мне соответствующее помещение, чтобы я вдруг никого-то случайно не спровоцировал, путем выйти там, подышать и тому подобное. Если я задержан незаконно, тогда, пожалуйста, извинитесь передо мной, я пойду заниматься своими делами. Да. Маской не пользуюсь и пользоваться не буду. Маской не пользовался никогда и пользоваться не буду. Вы меня услышали? Я отказываюсь. Я отказываюсь. Прекрасно вы меня услышали. Я вам даю бланк. Вы на этом бланке изложите все, что вы считаете нужным. Полностью ваше заявление. Как вас зовут? Меня не зовут. А что вас делают? Я иду с оперативным дежурным майор полиции Кульпединов. Деля Вир? Секретович. Секретович? Не надо меня оскорблять. Будьте любезны. Как я вас оскорбил? Вот так. Каким образом? А вот таким образом. Каким? Ну вы быстро не убирайте. Деля Вир? Деля Вир? Деля Вир? А второе слово какое? Да вы быстро маячите. Я не успеваю. Деля Вир? А дальше как? Деля Вир? Я еще раз показал. Если вы читать не умеете. Да не убирайте. Я не успел прочитать. Что ты убираешь что ли? Деля Вир? Да ты что издевайся надо мной что ли? Дай мне второе слово прочитать. Второе слово прочитать. Я медленно читаю. Да. Вы русский язык не знаете. Пожалуйста. Увидели. Деля Вир Фикретович. Правильно? Вы русский язык не знаете. Правильно? Да. Там все четко русским языком. Деля Вир Фикретович. Да я слушаю вас. Деливер Фикретович. Значит есть приказ МВД. Высшестоящего руководства. Который вам говорит о том что вы обязаны принять у меня устное заявление о совершении преступления. Запрокатолируйте. Приказ номер 736. Колокольцевым подписанный. Вы будете исполнять его или нет? Если нет. Документы на стол и вышел вон отсюда. Вон вышел отсюда. Приказ исполняющего руководства. Приказ этот утвержден, а не подписан. Ваша фамилия. Я еще раз говорю. Понимаешь? Ваша фамилия. Мамаев Владимир Владимирович. Пора запомнить. Я не собираюсь вас запоминать. Запомнишь меня. Не запоминаю. Не собираюсь. Вот я тоже не собираюсь запоминать как тебя зовут. Я не могу выговорить твое имя отчество. Поэтому буду тебе обращаться мент. Отчество ваше. Владимир Владимирович. Но не Путин. Услышал? Да. Ага. Разговаривайте адекватно хорошо? Адекватно разговариваю. А то у меня будешь замечание делать, как я твою фамилию прочитал, либо не прочитал. Номер телефона ваш, контактный. Не указал. Будьте любезны. Не указал. Кого вы указали? Я же вам отвечаю. Пишите. Не указал. Не сообщил. О чем вы мне хотите заявить? О совершении преступления. Какого рода? Сотрудниками полиции по статье 285-286. Есть. Соответственно, материал согласно статьи 141 УПК и 151 УПК передать в Следственный комитет. Для принятия решения по существу. А не замыли мои обращения, которые сюда неоднократно писались. И никуда не уходили. А то ваш сотрудник переживает, что никто не уволен и не посажен. Благодаря вам они не уволены и не посажены. Потому что все мои обращения вы никуда не направляете. Выбрасывайте в урну. Присаживайтесь. Я сейчас выпишу вам талон и выдам. Пожалуйста. Так, а вы суть заявления-то будете слушать или нет? У вас принял сообщение. Вы сказали, что в отношении вас сотрудники полиции решают противоправные действия. Правильно? Ты что это? Не тыкайте мне, пожалуйста. Хорошо? Ты не знаешь, как заявление принимать? Я с вас принял устное заявление. Что вы еще от меня хотите? Я тебе его еще не сообщил, а ты уже принял. Уже талон собирайся мне выдавать. Вот так вы и служите. Вы где? Служите меня внимательно. Сейчас вас сотрудник полиции опросит. Я вам выдам талон. Для начала определись, задержан я или нет. Если я задержан, то согласно наставлению такой документ есть для вас. Ты обязан согласно ему действовать. Либо извинись передо мной и отпусти меня, либо задержи. С отметкой времени, когда я был сюда доставлен. Вас сотрудники сюда пригласили? Пригласили? Да. В каталажке? В каталажке меня пригласили? Вас пригласили сотрудники? Меня не пригласили, меня доставили незаконно. Поэтому я еще раз говорю, согласно наставлению. Прими решение. Возьми на себя ответственность. Задерживаешь ты меня или нет? Прими решение. Решение прими. Сотрудников полиции. Требую. С вами нормально. Требую. Требую. Прими решение. Прими. Вы будете себе тыкать. Хорошо? Хорошо. Хорошо. Давайте я вам скажу на «вы». Примите, пожалуйста, примите, пожалуйста. Маску не одену, будь уважительный со мной. Не заставляй, не понуждай меня это делать. Не понуждай. Я тебе раз отказал. Я тебе два отказал. Я тебе сто раз откажу. Намордник я не одену. Ты меня услышал? Ты меня услышал? Уважай граждан. Граждан, не надевай на них намордники, уважай граждан, я с тобой обращаюсь на вы, на вы обращаюсь, прими решение, задержан я или нет, если нет, то извинись и отпусти меня на все четыре стороны. Дай форму раз, чтобы мы составили протокол и все, потому что это все равно, форму раз, сделай на него, у него паспорт и нет. Да, конечно, сейчас я все дам. И составит протокол, составим протокол и дальше уже... Да, конечно. Я еще раз спрашиваю, я задержан или нет? Меня вам передали? Не помню, как вас зовут, забываю вашу фамилию, вы уж извините, буду называть вас как-то по-другому. Два заявления на него. Дежурный. Дежурный. Вас сюда пригласили для выяснения. Да меня не пригласили, мне доставили силой, понимаете, в каталажке. Вас сюда пригласили для выяснения. То есть я могу свободно выйти теперь, да, из помещения? Я могу покинуть отдел полиции, да или нет? Если меня пригласили. Я вам сейчас талон выдам о том, что вы подали мне сообщение. Я еще раз говорю, да мне ваш талон можете себе оставить в одном месте в трубочку, понимаешь меня, нет? Согласно наставлению, в 736 я обязанность выдать талон, уведомление о том, что ваше заявление придется на рассмотрение. Ну выдашь мне по почте направить, если так. Лично выдам, вы даже спешите за его получение. Я тебе еще раз спрашиваю, я вас, вас, вас спрашиваю, я задержан или нет? Я могу покинуть отдел полиции, да или нет? Да я нет такого понятия приглашен, нету такого понятия в законодательстве приглашен, ни в УПК, ни в КОАПе. Я могу покинуть отдел полиции, да или нет? Разъясни мне, пожалуйста, дежурный. Вас сотрудники полиции доставили для составления протокола. Доставили? Ну ешкин кот, то пригласили, то доставили. Подождите, пожалуйста, вас не задерживали сюда ко мне, вас доставили для составления протокола. Сотрудник полиции... Меня вам передали, меня доставили дежурную часть. Меня не передавали. А кому передали? Мне никому не передавали. Но меня с какой целью доставили в отдел полиции? Меня должны согласно наставлению вам передать. А вы должны принять решение. Задерживайте вы меня, либо отпускайте на все четыре стороны. Именно вы, дежурный, не сотрудники ППС, которые меня доставили. Дежурный! Так вы меня передали, а нет? Я еще раз говорю, я вас сюда доставил для составления административного протокола. Зачем? Зачем мое физическое здесь нахождение? Объясни мне! Потому что в соответствии с Курасом, чтобы составить протокол, необходимо установить... Там не написано так, читай. У вас при себе паспорта нету. Личность ваша не установлена. Да я не обязан при себе носить паспорт. Я вам что сказал? Так устанавливай личность. Зачем ты меня сюда припер в каталажке? А где я могу установить личность? В магазине! Не на отметку. От того, что я тут нахожусь, либо там нахожусь, ничего не изменится. Сейчас дадут форму. Раз, я вам уже объяснял. И что дальше? Ты мог это по телефону передать, по рации, как угодно. И установить мои персональные данные, мою личность. У вас что, фотографии? Как мне фотографии по телефону передают? А ты что, в каком веке живешь? В каком? Батя пропавлен, понимаешь, я тоже на узлоде. Я понимаю. Если маска, если будь добры. Не одену маску. Братан, я тебе серьезно говорю. Братан, вот два без маски, вот этого все не надо. Двое с лишним, не надо нахожусь. Ну, все разведенные, все, темно, подобное. Всякую ерунду. Своим палец, я тебе прошу на. Убери его. Ладно, да никто не будет убирать. Почему я с тобой не могу общаться, что ли? Что ты меня трогаешь? Ну ладно, не буду трогать. Вот этот одесса меня. Маском будешь меня одевать. Что ты? Ну, мало ли наху, ты кашлянешься, я еще заболел. Да вырыгну я на тебя, дальше что? Ну, зачем ты грубишься? Так это одет меня, я с тобой не... Ты человек, правильно? Да я с тобой вообще не хочу общаться. Отойди просто. Можно я тебя попросил? Ну, на баритон. Попросил? Да. Я отказал. Все, отойди. Ну, ты не один нахуй. Да, я сюда не по своей воле пришел. Я понимаю, я тебя по-человечески прошу нахуй. Я не могу, я возбужден эмоционально. Я тоже возбужден. И по твоей просьбе я спокойнее не стану. У меня, братан, серьезно, у меня проблемы, у меня отец пропал, понимаешь? Гораздо серьезнее. Сочувствую. Сочувствую. А у меня человек сейчас в больнице лежит, которому мы должны продукты привезти. Ты тоже сочувствуй. Так можно... Все, давай друг другу посочувствуй, или каждый будет заниматься своими делами. Ну, не надо кричать. Ну, правильно? Ты, ну, одно дело, все другое. Еще раз продолжаем разговор. Я уже все уже... Возвращаемся к нашим баранам. Я уже все разъяснил вам все уже. Я уже все разъяснил. Зачем ты мне сюда привез? Ты что, не понимаешь, что ты перегнул палочку? Устанавливать личность можно не здесь. Тем более, личность моя установлена. Она может быть подтверждена, в том числе, свидетелями. Кем? Какими свидетелями? Личность устанавливается. Да ты законы не знаешь. Ты не знаешь законы. Если у вас... Да я не считаю, я знаю, я вижу по тебе, как ты себя ведешь. Ты можешь моргать сколько угодно, понимаешь? Ты с порога начал себя по-хамски вести. Вы можете обратиться. Рейджеров себя увидел, да? Что смотришь? Я вам уже все сказал. Мне нечего, будешь вам добавить. Нечего добавить. Я спрашиваю, зачем ты себя привез? Ты мне врешь о том, что ты мне разъяснил права. Ты даже не заикался. Ты даже не знаешь, что такое 25.5. 51 статья Конституции. Ты даже не знаешь этого. Ты говоришь, что ты разъяснил что-то. Снимайте меня. Снимайте тебя. Что, может попозируешь еще? Зачем? Нет? Маску так сними. Лицо свое. Пойдем на улицу покажешь. Нет, мне маску нельзя снять. Вообще, ты спишь в ней? Нет. Служба у меня заканчивается. Я снимаю. В магазин как ходишь? Тоже в маске? В маске. Тоже в маске. А куда еще ходишь в маске? В туалет ходишь в маске? Нет, там, где закон не говорит о том, что должен быть в маске. Почему? Туалеты, знаешь, бывают не только в квартирах. Бывают в магазине, в туалете. Не хожу в общественных местах. А, ты в туалет вообще не ходишь в общественных местах? Угу. Понятно. Ну, мало ли, может, в туалет ходишь в маске. Да он не получится меня спровоцировать, понимаете, Владимир Владимирович? Ну? Не получится. Я 19 лет в органах. Да ты уже спровоцировался, знаешь, когда? В магазине. Ты спровоцировался ровно тогда, когда ты начал показывать себя крутого мэна. Понимаешь? Вот тогда ты спровоцировался. В чем крутость? Я не знаю, в чем крутость. Я поэтому и хотел понять, почему ты себя так начал нагло вести со мной. Я с вами? Да, да, да. Это ваше субъективное мнение? Это не субъективное мнение. Это ты сейчас немножко повздулся? Потому что я себя веду агрессивно. Я не знаю. Я не знаю. Вы там что, поэму пишете? Сочинение? Не мешайте сотруднику работать. Он стоит работать. А ты кто такой? Почему без формы? Я с золомого рода. А, тебе можно, согласен. Манекин Дис, Николай. А что ты представляешься? Тебе можно не представляться. Я не просил тебя представиться. А я захотел и представил. Захотел? Тогда, может, удостоверение покажешь. Конечно. Что, сирену что ли? Ну, давай. А ты, пожалуйста. А ты, пожалуйста, что ты туда не знаешь? Да, да, давай, ты встал. Давайте. Я говорю, давайте. А что, вы не слышите окончания? Это вам талон. То, что ваше заявление принято. А вот здесь, где галочки, распишите за получение этого талона. Это я знаю. Объяснение кто-нибудь будет с меня брать? Да, конечно. А кто будет брать? Следственные комитеты должны брать, а не здесь вы. И следственные комитеты должны брать. Вы же знаете, кто? Значит, повестим свет на комитет, а они вас приглашают. Так вот, они меня что-то приглашали, и все-таки никак не могут со мной встретиться. Так, все-таки, в чем суть моего заявления заключается? Как вы это все? Ручку моя с ней пишет. Более-менее расписалась. Ну что, продолжаем разговор? А что? Алексей. А что? А что? Ты же хочешь стать известным? Уже стал. Уже стал? А вы же мне обещали. Если на колени встанете и попросите прощения, вы вообще будете лидером в ютубе. Все? Похож? Совпадает? Не очень. Не очень, да? Бывает. Бывает. Куда-то убежал. Я задержан? Да. Все равно что-ли? Слезно. Лично вами? Лично. А? Моим напарником? Не, а вы лично меня задерживаете? А то он ушел мне. Он мне никому не передал. Он ушел. Я с вами нахожу здесь. Ну, то есть я задержан, в том числе и вами, правильно? То есть заявление, если что, должно быть на вас обоих. Правильно. Ну, мало ли, может он там, как старший решил над себя взять инициативу. Ну, его у нас и наряде, поэтому... Не, ну это не означает, что вы должны отвечать за действия вашего начальника. Вы пока просто водитель. Просто привезли его и меня сюда. Ну, не просто водитель. Полицейский водитель. Ну, это понятно, что полицейский водитель. Ну, функция-то вас на данный момент была только привезти, правильно? Вот, если я сейчас, допустим, буду уходить, вы мне говорите, я задержан. Ну, все, тогда задержан, так задержан. Потому что у вас есть такой коллега, Мордасов, не помню, как его это, да. Так вот, он неадекватный. Он не может слово произнести, задержан человек, либо не задержан. Понимаешь? Угу. Вот у вас хоть смелости хватило сказать слово «задержан»? Угу. Да. Вот, пока. Так что, какие дальше действия? Будете мне дежурному передавать, да или нет? Я... Алексей Николаевич. Алексей Николаевич. Я вам уже все ответил на все ваши вопросы. А, уже? Так быстро. А где я был в это время? Не знаю, посмотреть видео записывание. Да что все это... Мне в видеозаписи неравнодушно. Леш. Дежурному передавать мне будешь согласно наставлению? Или ты тут по самому правству? Может, домой меня к себе повезешь, а? Ты меня тут катаешь по городу. Леша. Чего ты молчишь? С какого времени я задержан? Протокол задержания будет? Протокол доставления? Протокол задержания? Кто его будет составлять? Ну, раз ты меня задержал. Ты же меня задержал, Леш? Куда ты опять убежал? Бегает, бегает. Как странный веник. Или ты будешь составлять протокол задержания и доставления? Кто составляет? Кто составляет? Должен составлять тот, кто меня задержал. В протоколе вынесут и убедите. Там написано все. Так, а что протокол в мое отсутствие составляется? Он составляется, выясним, а за кому это? Ну так, он должен составляться в мое присутствие, с моим участием. Я имею право заявлять ходатайство. Ознакомиться с материалами дела. Что? Права знаешь мои? Нет? Разъяснить готов? Сейчас не надо здесь. Я не кричу, я громко разговариваю. Не надо громко разговаривать. А что мне еще не делать? Вы все прям мне пытаетесь рот заткнуть. Вот на дело мордик и молчи. И обтекает то, что тебе говорят. Что ты улыбишься? Я со мной на «ты» разговариваю. А ты не имеешь права со мной на «ты» разговаривать? Вы тоже со мной не имеете права на «ты». Почему я не имею? Я как минимум вижу, что я тебя старше, наверное, раза в два. Ну и что из-за этого, что вы меня старше? А что ты видишь проблему слове «ты»? Да, я не хочу с вами общаться на «ты». Ну так ты не общайся, я же тебе говорю. Тебя закон обязывает со мной на «вы» обращаться. Вы прям все такие прям ущербные что ли. Прямо сказал слово «ты» и все обиделся. К мамке побежал жаловаться. Пистолеты носите, в наручники с собой вносите. И всего боитесь, всего стесняетесь. Или не боишься? Или вы только по форме смелые? Я без формы не боюсь. Не боишься? Конечно. Ну а что тебя бояться, правильно? Вот, верно. Все больно. То есть ты поддерживаешь то, что там твой Алексей Николаевич натворил, да? То есть считаешь все это правильно. Взять человека, увезти с одного конца в город, в другой конец города. Твой коллега вообще правильно себя поступил, нет? За то, что у человека, у покупателя нету маски, он его увез. Владимир Владимирович, адрес фактического образования назовете? Зачем? Для протокола. Алексей Николаевич. Нет, не надо долго кискираться. Скажите нет. Вы составляете протокол в моем отсутствии, правильно я вас понимаю? Нет, составляется протокол на компьютере, а дальше вам дается... То есть вам насрать на то, что я вообще имею права, да? Просто насрать на эту процедуру, на 51 статью, на 25.5 КОАП. Насрать, да? Давайте вы короче скажете. Вы назовете... Ты будешь составлять протокол с моим участием? С моим участием будешь составлять протокол? Адрес назовете, нет? Ты права мне, разъясни. То есть, вот ты сейчас, понимаешь, вот ты сейчас на видеозапись, на видеозапись... Когда вас будут ознакомлены с протоколом административного промышления, вам все по порядку объяснят. Мне не надо объяснять. Этот протокол составляется в моем присутствии, с моим участием. Еще раз говорю, я вам скажу. А для этого я имею права определенные. И их воспользоваться. Я здесь вообще не обязан находиться. С момента, как я только задержан, мне сразу же права должны разъяснить. Сразу же. А не потом, когда все уже будет сделано. Права должны быть разъяснены. Прям с первой же минуты моего задержания, либо доставления. А не потом, когда он там что-то без меня составит. Ему пол... На мои объяснения. Мара, не надо, да? Пофиг, я сказал. На мое право на защитника. Алексей Николаевич. Как же вы составляете протокол, не разъяснив мне права? Если я задержан, почему я не нахожусь в специальном помещении для этого, согласно наставлению? Почему я не передан дежурному? Данная статья не предусматривает арест, понимаете? Браво, аллилуйя! Так, ты мне права будешь разъяснять? Я хочу запечатлеть, я хочу показать людям, что ты знаешь, что такое права тех, кого ты задержал. Алексей Николаевич, я под видеозапись сто раз прошу, разъясни мне права, соблюди формальность. Беспредел, просто беспредел. Я просто в шоке, ребята, с вас. У вас есть один звонок, адвокаты. Да я уже сто звонков сделал. Им плевать на адвокаты, на все остальное. Они мне не разъясняют даже права. Фундамент не соблюдают, понимаете? Он сейчас при мне сказал, что эта статья не арестная, а это означает, что не имеет права они доставляют, понимаете? Ну и что, что человек без маски? Леша, что пишем? Леша, право будешь мне разъяснять? Так если ты протокол составляешь в мое отсутствие, без моего участия, так направь мне по почте. Адрес тебе известен. Все известно. Я все равно без своего защитника ничего подписывать не буду. Ты мне даже права на защитника не разъяснил. Леша, Лешка. Тебе пофиг, да, на гражданские права? Леша. Да не будь таким скромным, скажи хоть слово. Что пишешь-то хоть скажи? Как ты считаешь, что я здесь нахожусь и что-то говорю, а ты мне молчишь, это я в присутствии твоему, ты составляешь документы или нет? Вообще просто. Что есть, что нету? Владислав. Правильно? Правильно. Видите, запомнил. Ну слава богу. С вами, может, пообщаемся? Нет. А вы хотите попасть на YouTube? Да. Ну, честно скажите. Я? Да. Не желаете? Давай. Вы желаете? Отчего? Не кажется, нужно попасть. Да. Мы вас будем порицать. Владислава. Владислав же, да? Да, все равно. Вячеслав, Владислав, все это очень близкие. Не вина? Нет. А фамилия есть? Есть. Какая? Родители посмотрят на тебя. Лайк тебе поставят. Конечно. Ну, как фамилия-то? Может, представьтесь, что? Один сотрудник. Ну, я как бы, я тебе хочу снять ролик. Ну, кто ваша хотела снимать ролик. Ну, тебе закон, полиция обязывает представиться по полностью. Первый сотрудник один, если мы в составе. А, там так не сказано. Ну, почитайте. Вот я к тебе обращаюсь, ты обязан ко мне представиться по полной. Ну, я же к тебе обращаюсь, а не к тому сотруднику, не к коллеге твоему, правильно? Ну, и не уходите. Конечно. Коля, да. Коля, да. Коля, да. Да, Владислав. Владислав, Коля, да. Ну, прям, древнерусские какие фамилии и имя. Должен все-таки за народ радиать, нет? Нет, это за народ радиает. И в чем это заключается? В твоем молчании? Да. Почему ты не сделал замечание своему коллеге? На ваши ответы. М? Что мои ответы? На все замечания буду делать. Ну, о том, что он не имеет права мне доставлять. О том, что он мог личность мою установить на месте. С какой целью он меня доставил? Вот какая разница, что я здесь стою, что я там бы стоял. Вы мне не передали же в дежурной части? Не передали, правильно? Значит, ваш смысл доставления просто потерял смысл. Да. Потому что доставление... Наше доставление было в установлении вашей личности. Ну, так еще раз говорю. Передайте мне дежурному. Дежурный вон отнекивается всеми способами. Говорит, не хочу тебя брать. Не хочет набрать на себя ответственность. Потому что он понимает, что он не может меня задерживать. А вы сейчас этим занимаетесь. Он-то более грамотный в отношении вас. В сравнении с вами. Владислав, почему себя так плохо ведете? А-та-та! Расскажи, прививку сделал, нет? Я просто думаю, может быть, это последствия от прививок. Люди глупеют и тупеют. Владислав Коляда. Сделали прививку? Не, он не обязан отвечать на такие вопросы. Ну, просто расскажи, поделись. Мы просто хотим увидеть, есть ли побочка от прививок или нет. Ну, так я статистику веду. Я когда вижу неадекватных, я сразу спрашиваю, делали прививку или нет, чтобы как-то оправдать этот вот дебилизм. Поэтому, если вы скажете, что сделали прививку, я вас пойму и прощу. Меня прощать не надо. Не надо? Точно не надо. От кого? А что там должно находиться? Ну, там... Владислав. Для меня... Для вас мое прощение будет высшая похвала за службу. Нет? А кто для вас это в приоритете? Начальник? Более. Польский, да? Да. Там 129 дом. Вячеслав. Хорошо. Так, и сделайте к себе, как вы делаете, справки мне или будете справиться? Так, ладно-ка, сделаю туда заявление в полицию, еще раз одно. У меня еще одно будет заявление. Сотрудник полиции. Дежурный. Ага, игнорируют. Понятно, все. Алексей. Вы можете сказать, все-таки, когда вы меня отпустите? Протокол сейчас не составляется. Составится? А вы уже не составляете протокол? Я составляю его. Я с вами здесь занимаюсь. А, чем вы со мной занимаетесь? А, что-то какой-то другой сотрудник составляет? Да, а что нельзя? Ну, конечно, нельзя. Почему? Ты саживайся, я приорителю. Так вы мне познакомьтесь с этим сотрудником. Пускай он мне права разъяснит. Я, что он выйдет, вам все разъяснится. Не торопитесь. В смысле не торопиться? У меня время идет. Мое время деньги стоят. Время идет. Да. Я здесь нисколько не должен находиться. Я вам еще раз говорю, вы превысили свои полномочия. Это все в Следственный комитет, в прокуратуре. Да, да, да. Они дадут основу вот такой. Да, да. Да как сотрудника зовут, который там что-то составляет? Вам все попадает. Вы же хотели составить. Я составил вас первичный документ. Просто скажите, там есть один такой сотрудник, который раньше составил? Теперь это в Первомайском суде зависло одно дело. Судья просто не знает, что выносить. Она почему-то приняла его к сведению, этот протокол, а теперь не знает, как от него отделаться. Который составил по 20.6. Не по 20.6, а по 1. Не помню, как его зовут. Такой большой, такой добрый человек, которого взяли на работу сотрудники полиции по блату, участковый. Не помню, как его зовут. Эдуард, по-моему. Ну, что-то в этом роде. Он тут проходил мельком. Не он случайно, нет? Такой уволень. Медвежонок, нет? Ни рыба, ни мясо. Я никого не оскорбляю. В чем это? Уволень? Что? Вам нравится, когда он так говорит? Ну, говори. Я-то знаю, что я не уволен. А ты кто такой? Что ты вмешиваешься? Я хочу вмешиваться. Ты вообще знаешь, что такое оскорбление или нет? Я знаю. Что такое оскорбление? Это в неприличной форме. Не в приличной, понимаешь? Я считаю для себя оскорбителем, что обращать... Да ты можешь считать все, что угодно. Есть такое понятие бытовое оскорбление, есть такое понятие юридическое оскорбление. Мне без разницы. Вот если кого-то назвать дураком, это не оскорбление. Мне без разницы. Ну, тогда что ты влезаешь в разговор? Да я со всеми на «ты» разговариваю. Всех, которые не заслуживают уважения, я разговариваю на «ты». Вы не понимаете, что вы ко мне обращаете на «ты»? Так а ты кто такой? Ты кто? Продолжайте это делать. Так ты влез в разговор. Не надо ли я влез? Я хочу разговаривать. Ну, видишь, и я хочу разговаривать. Да, у нас свободная страна, да. Вы не запрещаете разговаривать. Я ни в коем разе. Ни в коем разе. Вы сказали на свою любимую карту. Ни в коем разе. Общайся. Общательно ко мне обращаетесь, тыкаете мне. Тыкаю, да. Не скрою. Без основания. Без основания. Мне для того, чтобы пользоваться русским языком, для того, чтобы пользоваться русским языком, мне не нужно какие-то основания. Понимаете, я даже могу матом употреблять, там, ездить на рыбалке, понимаете? Есть норма и приличия, да? Общение между людьми. Есть. Я не нарушаю. Не нарушаю. Обращайтесь ко мне внутри. Хотя вам это не позволяет. Эти нормы, они у каждого человека внутри, понимаете? Не брат, не Исла. Обращаться ко мне на ты не нахуй. Как вас зовут? Это не Иван. Меня зовут Владимир. Вот я перед вами даже представился. Меня зовут Иванов Иван Иванов. Что дальше? Ну хорошо, будет Иван тогда. Ну да, еще что. Вот Иван. С какой целью ты ко мне вообще обратился? Потому что я захотел. Ну, а я тебе назвал на ты, потому что я так захотел. Подожди минуту. Владимир Владимирович. Да. На вас составлен протокол. Короче, я вас точно. Так, вы кто? Сотрудник полиции. Вы ко мне подходили. Я к вам уже... Я к лицу знакомый. Сегодня я вас уже видел, нет? Ну да, вот здесь стоял с сотрудником. Представлялся вам. Вы также с телефона подошли. Могу подождать еще раз. Или нет? Я вас... Вы все такие одинаковые мне на одно лицо? Старший сержант полиции. Люпаев Андрей Андреевич. Я составил на вас протокол. Старший сержант полиции. Подложите удостоверение. Не, я просто говорю, лицо знакомое, но я вас не помню. Вы были сегодня вообще в магазине? Да, я в магазине не был. Можно, пожалуйста, телефон убрать? Нет. Вы же не будете снимать мое удостоверение? А что, нельзя снять удостоверение? Нет, нельзя снять. У меня сейчас на вас будет заявление о совершении преступления. Хорошо. Вы в мое отсутствие, без моего участия составили какие-то документы. И эта норма ничем не регламентируется, где я должен составлять в вашем присутствии протокол. И, извиняюсь с отражения, насрать на то, что у меня есть права? Ты мне права разъяснил? Какие права? Ты мне права разъяснил? Я сейчас вынес протокол и буду разъяснять вам. Да ты не имеешь права составлять протокол без моего участия. Это в нормах КОАПа прописано. Ты можешь это понять? Да имеет он права. Да не имеет он права это делать. Не имеет. Женщина, не вмешивайтесь. Показывайте удостоверение. Камеру будете убирать? Не буду убирать. Вы можете в сторонку отвезти от камеры и все. Тогда вам будет достаточно моего участия. Так я вам еще раз говорю, представься и покажу удостоверение. А завтра в чем? В законе о защите, в смысле, о полиции не сказано. На вас оставлю протокол по статье 2. Давай, я пошел и до свидания. Вы с протоколом согласны? Будете в нем расписываться? Ты мне права разъяснил. Я вам еще раз говорю. Ты мне права разъяснил. Сотрудник полиции неизвестный. Я представился вам. Я тебе не верю. Я тебе не верю. Вот они не верили, что я Мамаев Владимир Владимирович. А я тебе не верю. Кто ты там? Я даже не запомнил твою фамилию. Это ваше законное право. Я вам еще раз говорю. Удостоверение покажи. Второй раз предлагаю. Удостоверение в развернутом виде раз, а потом разъясни мне права. И потом мы с тобой подискусируем. Будете расписываться? Что за это? Не догоняешь, что я тебе говорю? Я так понимаю, что не будете. Да ты плохо понимаешь. Я тебе сказал. Разъясни мне права. Объяснение будет. Да для начала представься. Объяснение к данному протоколу, к данному правонарушению вы будете. Представься. Разъясни мне права, а потом я сделаю соответствующее заявление и ходатайство. Я вам второй раз предлагаю. Объяснение. Да хоть сотый раз. Ты не понимаешь меня, что ли? Я хочу с вами продолжить, мужчина. Все, достаточно. Мне повралось. Беседовать. Да у меня просто времени нет. Да ладно? Так в итоге, в итоге что? А как же ваш блок с тысячу просмотров? Мне интересно вам поднять. Да, давайте, давайте. Ну хорошо. Прорыводный гражданин, вы слышали? Ёшкин, Лёш, а извинения? Почему не устранено правонарушение? Девушка. Мне в полицию звонить? Девушка, в полицию звонить мне? Девушка. Это умышленные ваши действия. Это уже часть первой статьи 238. Участковый был. Все, я понял. Все, молодцы. Так держать. Участковый был. Замечание не устранено. Все, как было, так и есть. Ничего не изменилось. Тот же товар. Прекрасно. Это просто чудесно. Ну что же делать-то. Сотрудник полиции ничего не сделал. Будем делать мы за него. Почему торгуете? Не смотря на помещание, которое сделано. Участковый вас только что приходил оформлял. Почему опять выплавываете товар? Девушка, куда вы пошли? Я не буду с вами рыцаровать. Сейчас подъедет наш супервайзер, который плавал над нашими магазинами. Она сейчас подъедет. Я сотрудников полиции вызвал. Я тоже вызвала ГБР. Так, при чем здесь ГБР? Я не буду с вами рыцаровать. А что убегаете-то? Жим-жим. Кто ответственный за реализацию продукции в этом магазине? За реализацию продукции? Да, за некачественный товар. В чем некачественный товар? Вам рассказать, да? Сейчас придет полиция. Полиция, понятно, придет. Хорошо. Да я только что все это рассказывалось. Только что приезжал участковый. Только что все было оформлено. Сейчас еще раз оформим. Не проблема. Да, только сейчас будет немножко другая ситуация. Тут тот же самый ГБР, все то же самое. Добрый день. Здравствуйте. Понимаете, давайте... Понимается, непонятно чем. Это масло? Каждый товар уже не пригоден для реализации. Ну, что нам это сделать? Надо вызвать полицию. Казнить меня, да, полицию. Я полицию вызвал на всех случаях. Здесь надо полицию вызвать. Хорошо. А вам нужно штраф оформить за ложный вызов. Тысячу рублей. Светлана, вы же она подмечает? Светлана, ну вы до сих пор не вызвали. Чего же вы так тянете резину? Я уже вызвал. Вы сказали, что вы вызвали. Ну, я-то я. Вы-то вы. Будете продавать мне эти булочки? Без маски нет. Я хочу продавать. Не будете без маски? Так что, можно оставить? Да. Я вот выбрал. Хочу купить у вас эти булочки. Будете продавать? Светлана? Так она не представилась даже. Кто это? Супервайзер. Как вас зовут? Пожалуйста, вся информация. А, вот там есть ваша фотография? Конечно. Сейчас почитаем. Читайте обязательно. Ой, какая симпатичная. В маске вас не узнать. Вы-то вставляете, а в живую приношу? Да, 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 да. Забирали, конечно. Такая ушастенькая супервайзер-магазина. Евгения Андреевна. Евгения. Евгения, давайте с вами общаться. В итоге это будет за ним не доставлено. Так хорошо начиналось утро. Я пришел купить водички. Не услышали меня? Хорошо конфликт был решен. Зачем мне в спину кричать, что я там что-то там обосрался? Сейчас посмотрим, кто из нас обосрется. Здравствуйте. Начнем, да. Степан Полиция Иванова. Иванова, да? Имя и отчество так удобней. Алексей Степанович. Вы кто? Мамай Владимир Владимирович. Покупайте. Что у вас случилось? Давайте я вам вкратце расскажу. С самого начала. Масочку не одену, я вам отказываю. Сейчас я вам все объясню. Если у вас будет терпение, вы мне послушайте. Начинаю. Сегодня утром я приехал в этот магазин, чтобы купить товар для человека, который мне попросил. Мне без каких-либо законных оснований было отказано. Прием я оплату. Ну раз это подарок, попытался выйти, мне прекратили дорогу. Ну думаю, раз так, вызвал полицию. Пока ехала полиция, прошелся по магазину, выявил ряд просрочек, всяких замечаний, в том числе по вот этим булочкам, которые я сейчас вам также расскажу. Участковый оформил, с его слов под видеокамеру оформил данное правонарушение. Я уже не присутствовал далее. Забрал он, изъял этот товар, либо он его передал на ответственное хранение. Вернулся на общественном транспорте, зашел в магазин проверить, что прилавочки пустые, что замечание устранено. И обнаружил те же самые замечания. Отсюда я сделал вывод, что либо участковый не доработал, либо кто-то наплевал на участкового. И после того, как он ушел, они выложили новую партию продуктов с теми же самими нарушениями. Поэтому я на данный момент уже усматриваю не правонарушение, а именно преступление по части 1 статьи 238 Уголовного кодекса. То есть они заведомо продают некачественный товар, который продаже не подлежит. Продолжение будет еще? Естественно, да. Вы уже писали до этого, да? Я писал, но это было по одному факту, это уже будет по второму факту. На данный момент я обычный покупатель. Я взял товар в открытом доступе, сложил себе в корзинку, предъявил на оплату. Вот этот хлеб должен иметь индивидуальную упаковку, чтобы пыли не было и тому подобное. Также должна быть в этой продукции маркировка. Да, вот замечание надо было сделать здесь. Да вы понимаете, делаем эти замечания. Еще обманывают. Ценник стоит один, а пойдешь коцу выбивать, ценник вдруг пробивает. Давай другое. Вы мне на личный фотоаппарат снимаете? С какой целью? Это уже не так. Что вы без масочки находите? Да я не скрываю, я без масочки нахожусь. Ну, чтобы потом зафиксировать. Зафиксировать что? Вы вот этим займитесь пока. Я этим займусь, конечно. А когда у вас будет основание что-то фиксировать? У вас заявление есть что-то или что? Да. Или вы на себя инициативу берете? 28.3 коап, знаете? Я вот обнаружил, что вы без масочки доходитесь. Я тоже обнаружил, что вы без средств индивидуальной защиты. Добрый день. Моя фамилия Желтов. Желтый, я Михаил Юрьевич, я директор кластера. Все понятно. Какая у вас проблема? Я, соответственно, вызвал полицию. Пока я ждал полицию, я прошелся по магазину, нашел просроченный товар. Вызвал участкового, потому что это нужно как-то оформить. По этим булочкам были замечания. Сейчас я более подробно расскажу, в чем проблема. Приехал участковый, приехал наряд ППС. Участковый начал оформлять данные правонарушения. Это уже происходило в мое отсутствие, потому что я уже с сотрудниками полиции по масочкам, условно говоря, уехал в отдел полиции. Там ничего хорошего не произошло. То есть никакого протокола в моем присутствии, по крайней мере, не составлялось. Я там постоял, покричал, ролики посоздавал. Все, ушел. И ушел, пришел сюда проверить, что здесь произошло. Сюда, когда пришел, обнаружил, что замечания те же самые налицо. У меня возник вопрос. Либо участковый не доработал, либо кто-то наплевал на участкового. И как только он вышел за порог, провели то же самое. Понимаете? Теперь более подробно, что конкретно не так с этими булочками. Про просрочку говорить не буду, это понятно. Годен до такого-то, срок истек, все, не подлежит реализации и тому подобное. Это по первому утреннему событию, это сейчас уже второе. Значит, есть такое понятие технический регламент таможенного союза. В отношении маркировки. То есть, каждая продукция должна иметь маркировку. То есть, там должна быть срок годности, условия хранения на каждой булочке. И есть санпин. Товар должен иметь индивидуальную упаковку. Этот товар на данный момент должен быть утилизировано. Я хотел предложить Евгении, что давайте решим этот вопрос без вызова полиции. При мне утилизируйте и все, расходимся. Как зовут вас? Владимир. Владимир, ну вот, во-первых, по поводу... Ну, я мог ходить на камеру, хотите? Нет. Ну, во-первых, по поводу утилизации. Вот, если вы общественный деятель, подумайте о том, какое количество голодных людей в нашей стране. И просто выбросить хлеб. Это раз. Во-вторых, у нас это делается только для того, чтобы вам, гостям магазина, вы покупали вкусный свежий хлеб с хрустящей корочкой должного качества. Для этого есть индивидуальная упаковка. Для этого везде есть шипцы. Есть пакеты для того, чтобы упаковать. Есть... Это я видел, да? Все это видел, да? А, да, кстати, вот этого я не видел еще. Есть индивидуальная упаковка, где вы можете взять. Индивидуальную упаковку. Положить багет. Ну, покажите, вот просто покажите, как это делается. Как я буду клачивать? Да, да, ну вот как вы. Ну, пожалуйста. Я выберу... Возьму пакет. Разбокрю, например, вот, багет. Возьму багет, положу вот в багет. Верну обратно в свежий хлеб. Да, а вот этот хлебушек, как вы с щипцами возьмете? Я боюсь, что вы не справитесь. И бабушка не справится. Давайте для эксперимента... Ну, у вас, да, сила есть. Хорошо. Я вас понял. Нет, я понял, что так можно. Это возможно. Но, но, смотрите, как вас зовут, напомню, Михаил. К сожалению, бывают случаи, и они очень частые, в том, что люди не делают так. Они подходят и там нажимают, тыкают хлеб, возьмут, понюхают, могут даже лизнуть, откусить и положить обратно. Я неоднократно наблюдал, как бабушка подходила, брала булочку, которая глазурью покрыта. Ну, она не думала, что это глазурь. И у нее прям булочка к рукам прилипала. Это под видеозапись, да. Смотрите, есть такой процесс, ну, как бы он такой парниковый эффект называется. Вы наверняка должны о нем знать. Когда горячий хлеб кладешь в пакет, он буквально за две минуты становится мягким, без корочки. Так вот, компания «Пятерочка» сделала вот эту вот историю как раз для того, чтобы для гостя компании «Пятерочки», для вас, для других гостей, хлеб был всегда свежий, с правильной корочкой. Только для этого. Если мы будем упаковывать батоны и хлеб сразу в пакет горячими, вы никогда не получите того качества продукта, который хотите получить. Круассан должен быть хрустящим. Если положить круассан в пакет... Михаил, вот смотрите. Я понимаю, что у вас могут быть какие-то такие доводы, которые, в принципе, противоречат санпину, да, человеческие. Но, смотрите, я покупаю горячий хлеб в упаковке «Гурме-Сити» на Баумана. Там берешь хлеб горячий, да, но он упакован. Но он упакован. Берешь, он горячий, но он упакован. Я не могу посадать, я в «Гурме». Нет, я вам просто говорю, что вы говорите. Я «Сити Гурме» не посещаю, кошелек не позволяет. Вот, поэтому я могу отталкиваться от тех магазинов, в которых работаю. Непосредственно торговая сеть «Пятерочка». Да. Да. Михаил, я вас услышал. Я понимаю, что этому есть оправдание. Да, вы как человек, вот сейчас, вы взяли руками, у нас есть щипцы, я вам показал, что это возможно. Вы взяли руками, сложили в тережку, вот, давайте покажем тережку. Да, да, ну, у меня руки есть для этого и дали, чтобы их носить. Да, вы взяли руками и сложили целую тережку хлеба. Вот, тем самым вы причинили наверняка ущерб компании. Нет, почему, я предъявил его на кассу для оплаты. Мне отказались принять оплату, не знаю почему. Нет, они отказались принять оплату. Дело в том, что вот каждый продукт должен быть упакован. Мы можем это решить. Это мое личное дело. Безусловно, безусловно. Но как будет пробивать вам этот товар покупатель? Это вопрос не ко мне. Смотрите, я могу попросить сейчас продавца и в каждую булочку в индивидуальный пакет для вас упакуют из вашей тережки. Нет, сейчас-то уже не надо. Ну, почему не надо? А куда нам девать этот хлеб? Утилизировать. А вы бабушкам покажете вот эту историю? Обязательно покажу. Как вы общественный деятель? Обязательно покажу. Люди, которые голодают, мы выбрасываем телегами хлеб. Я не знаю, кто там где голодает. Под видеокамеру буквально недавно мы утилизировали большую партию, там, ну, килограмм сто сыра. Это очень печально. Очень печально, но одеваться некуда, потому что этот сыр изо дня в день выкладывается, делается перефасовка, выкладывается опять на продажу. Он весь в плесени, плесень срезают, понимаете? Так лучше его пускай утилизируют, это уничтожат, но больше в продаже его не будет. С плесенью согласен. Вот когда испорченный продукт, согласен с вами. Да кто же знает, испорчен он или нет. Продукт должного качества, я считаю, что просто свалить руками хлеб в тележку и потом... Вот вам пример, снимите, пожалуйста. Вот человек... Нет, я снимаю, конечно. ...одел пакетик, спокойно взял хлебушек. Да, ну, без щипцов, да. Ну, не все такие, поймите, не все такие люди, не все. Вы берете этот хлеб руками, сваливаете его в тележку... Ну, пускай я буду плохой, хорошо. Да тут же дело не разобраться, кто плохой. Тут дело в том, что вот... Михаил, я руководствуюсь Санпином. Смотри, я сейчас... То есть, мы сможем фактически, ну, конечно, пересчитать хлеб и вы его будете... А его в любом случае нет, я покупать его не буду. Подождите, а куда вы его хотите взять? Сейчас я вызвал для этого сотрудника полиции, для того, чтобы... Вы его руками потрогали, нам куда его деть? Сейчас, пойдем. Давайте, пойдемте. Хлеб нужно переписать и отдать на ответственное хранение. Материалы, которые сейчас вы составите, передать в Роспотребнадзор для привлечения магазина к административной ответственности. Подождите, а почему маркировки нет? Маркировка есть. На данном продукте маркировки нет. А на данном продукте маркировка выставляется тогда, когда вы кладете, как уже показали вам, продукт в пакет, и на кассе у вас появляется маркировка. Потребитель, когда берет, должен знать. Потребитель, который каждый день печатает и обновляет. Соответственно, я вам показала, что у нас все цены для сегодняшнего числа. Я думаю, вы не будете спорить, что данная продукция не имеет индивидуальной упаковки. Индивидуальной упаковки не имеет. Но по регламенту компании у нас индивидуальная упаковка для этого есть все. Я вам показал, как с этим работать. Я понимаю, все. Давайте тогда на этом как бы закончим. Я вашу позицию услышал. Алексей Степанович, просьба оформить это в виде протокола изъятия, либо на ответственное хранение. Заявление сейчас напишу. Я так понял, это уже изымалось сегодня. Я не знаю, именно это изымалось. Это вы можете своим коллегой связаться и уточнить. Выложено ли это повторно, либо это уже другой товар. Давайте спросим у работников магазина, где тот товар, который сегодня изъяли. Где он? Я так понимаю, он где-то должен находиться опломбированный и ждать. Так, давайте, вы заявление будете? Да. Ну, давайте, пишите. Выпишите заявление, почему надо? Я продиктую, заявление устное сделаю, а вы запрокатолируете его. Все же просто. Я вам не рассказал до конца историю. Когда я уходил, когда мы решили конфликт с ситуацией, то есть при мне утилизировали ту просрочку, которую я выявил, продали мне товар, который я хотел, я уходил, и мне в спину знаете, что кинули? Что ты обосрался. Побоявшись, типа, дождаться сотрудников полиции. Ну, естественно, я вынужден был остаться. Владимир, я, знаете, комментировать не готов. Я вам таких слов точно в спину не бросал. Я вам могу показать работника, который это сделал. Ну, меня я не присутствовал по видео-канели определить невозможно. Я думаю, что это... Хорошо. Я просто говорю, что в чем начался конфликт. Конфликт был разрешен, товар мне был продан, просрочка утилизирована. Но, к сожалению, в последний момент мне решили в спину крикнуть нехорошие слова. Я решил остаться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова